За 10 дней работы пункта общественной горячей линии связи с избирателями поступило 33 обращения. Этот показатель в половину меньше, чем было в прошлой кампании. Это связано с тем, что такие прямые линии на базе Нотариальной палаты работают с 2009 года, и на многие вопросы ответы уже были даны. Сейчас граждане в основном интересуются местом нахождения своего избирательного участка и порядком голосования на дому. Юристы также дают разъяснения и отвечают на вопросы, касающиеся предстоящего голосования 17, 18, 19 сентября. Мы регистрируем его обращение, заполняем необходимые данные, которые предоставлены в программе по регистрации обращения по горячей линии. Непосредственно сразу предоставляем разъяснения, если вопрос касается избирательных прав или по поводу избирательных участков и так далее. Есть и часть вопросов, которые носят социально-бытовой характер. Например, на горячую линию поступила информация об отсутствии водоснабжения в селе Большая Дзергуновка Большеглушицкого района. На основании экспресс-сообщения был получен ответ от главы поселения, который сообщил о гидравлической прочистке скважин. Но и это не явилось решением проблемы, в связи с чем соответствующую информацию направили в адрес губернатора Самарской области. Любое зафиксированное обращение председателя общественного штаба Галина Николаева в тот же день направляет в уполномоченные органы, где проводится проверка изложенных фактов и принимаются соответствующие меры. Все это входит в компетенцию горячей линии связи с избирателями, которая не раз доказывала свою эффективность. За последние 12 лет на горячую линию поступило более 2000 обращений. Большая часть звонков от избирателей пенсионного возраста, поскольку молодое поколение может самостоятельно получить информацию в сети интернет, на сайтах ЦИКа и избиркома Самарской области. «Я думаю, что для избирателя вот такое внимание на власти очень важно. Не только в предвыборные дни, конечно же, но и на протяжении всего времени. Для граждан, я думаю, она очень ценна, эта работа, поскольку они имеют возможность обратиться в горячую линию и губернатор уделяет большое внимание таким экспресс-сообщением с нашей горячей линии и нацелил на это все органы власти». Кроме того, по телефону горячей линии можно будет сообщить о возможных нарушениях избирательного законодательства. Пункт приема звонков от граждан будет работать до 19 сентября. Связаться с операторами можно с 10.00 до 18.00. В дни голосования 17, 18 и 19 сентября включительно прием обращений будет осуществляться с 8.00 до 20.00.